Я приехал из Японии. Я Чихарусану из Японии. После того, как я написал в 1990-х годах докторскую диссертацию под руководством А.П. Смирнова, Анатолий Павлович Смирнов был мой прежний учитель, которому я очень много обязан. Когда Ярослав Крючин сообщил мне 9 января, что А.П. Смирнов скончался, я сказал ему, что я хотел присутствовать на его похоронах. Но так как нужно по меньшей мере 3 или 4 дня, чтобы получить вызов, очень, к сожалению, я не смог присутствовать. В современном авторитетном физическом обществе гражданствует авторитетная квантовая физика, включающая все авторитетные современные разделы физики, математически ошибочно описанная аппаратом теории вероятности, теория квантовая механика, теория элементарных частиц, и теория, особенно, звездная теория элементарных частиц, теория относительности, и единая теория, или великая единая теория, термодинамика, квантовая статистическая механика и так далее. Все они категорически отвергли классическую физику Ньютона как реликты давно ушедших дней, заменив их текст, современной авторитетной квантовой физикой и теорией относительности. Однако физическое общество СССР обнаружило в оригинальном латинском труде Ньютона принципио математики настоящий третий закон Ньютона, то есть динамический закон взаимодействия, что вызвало горячий диспут в рядах сообщества. Абе Смельнов в своем выступлении сказал, что если учесть этот закон в классической физике Ньютона, то вся современная авторитетная физика будет сожжена до дотла, ибо закон этот причинности приведет к великой победе новую классическую физику в борьбе с современной авторитетной квантовой физикой. Сам же принцип, то самое правило, которое Абе Смельнов выявил путем индукции, есть динамический закон взаимодействия Ньютона. Так как современная физика вся изъедена самыми ухищренными ошибками и сама по себе составлена экологически, то есть не структурирована, она представляет собой эксперименты и формулы, выведенные абсолютно без системы. В большинстве глав современной физики ученые приводят к противоречиям речевым суждениям, так как объектам их суждений выступают сами по себе противоречивые главы или разделы. В таких условиях составить хоть какую-нибудь последовательную критику представляется почти невозможным. Аксиоматический подход Абе Смельнова, определивший динамический закон Ньютона как самую фундаментальную аксиому физики, стал первым в истории физики принципом, дающим возможность построить последовательную критику всей современной авторитетной физики, что можно считать невероятным. Кроме того, из открытия на основе аксиоматического подхода, в котором динамический закон взаимодействия Ньютона является одной из самых популярных аксиом, последовательно можно вывести множество экспериментальных формул, найденных в различных разделах авторитетной современной физики. в этих разделах это второй. А в этих разделах авторитетной современной физики такие формулы не имеют доказательств. Это означает появление новой без противоречия физики, которая перекрывает все разделы современной физики. Причина, по которой Апи Смельнов обращал внимание на экспериментальные результаты о магнитном монополии, это что они в свою очередь контролируют самые основные физические параметры масса, время, пространственные расстояния и вторичную температуру. В своей докторской диссертации Чехар Сано под руководством Апи Смельнова определил физическую модель левоскрученного геликоидарного синюра эфира левоскрученного геликоидарного электрона правоскрученного геликоидарного синюра эфира и правоскрученного геликоидарного позитрона, который Апи Смельнов тогда дал самую высокую оценку. Извините. Некрасиво, видимо. Как можно заметить в его формуле фазового перехода, эта формула, которая описывает пять фаз. Твёрдая, жидкая, газообразная, праздменная и эфирная. Под логарифмическим спиральным выхвием он наверняка подразумевал физическую модель взаимодействия между частицами и эфиром. Говоря о физических моделях, Апесменов упомянем заблуждение современной авторитетной термодинамики, квантовой механики, заключающейся в том, что они утверждают, что повышению температуры соответствует увеличению так называемой термоскорости. На самом деле, повышению температуры соответствует снижению линейной скорости и увеличению скорости вращения. Это недоразумение добавляет беспорядок в современную термодинамику, квантовую механику. В сравнении динамического взаимодействия Ньютона и в собственных сравнениях фазового перехода Апесменов показывал, что при повышении температуры линейная скорость снижается и скорость вращения угловая скорость в свою очередь повышается. Таким образом, с помощью аксиомы Ньютона Апесменов доказал, что при повышении температуры линейная скорость снижается. На основе уравнения динамического взаимодействия Ньютона он утверждал, что причина повышения температуры поверхности тела при столкновении со светом происходит при скорости света равна 3 умножить на 10 в степени 8 метров по секунду, после чего снижается. Такое отношение между силой и скоростью, приведенное в аксиоме Ньютона, не существует в современных разделах авторитетной физики. Так как работа, это значит энергия, есть произведение силой и расстояние, на которое сила перемещает тело, то сила означает распространение энергии в каждой точке когнат. Предложим, что левая часть уравнения описывает приходящий свет, скорость которого Vd, а энергия Fd в действии, после того, как свет проходит через поверхность внутренней части материала, скорость света замедлена до Vd, противодействия. Из-за показателей преломления материала больше, чем на один, и из-за того, что абсолютная величина Vd больше, чем абсолютная величина Vp, получаем, что абсолютная величина силы Fd меньше, чем абсолютная величина силы Fp, чтобы уравнение выполнялось. Это означает, что от стороны действия до стороны противодействия появляется антиэнтерпийный процесс, то есть концентрацию энергии, заключил А.П. Смирнов. Он утверждал, что когда температура поверхности материала силой Fp, большей величиной линейная скорость Vp, абсолютная величина, величиной Vp, внутри материала снизится, что говорит о доказательстве ошибки основы термоскорости в авторитетной современной термодинамике и квантовой физике. Я покажу вам. А он не крутит, да? Не крутит, не крутит. Скажите. Несколько. Несколько. Что-то говорить. Давайте. Спасибо. Ну-ка, мастер, давай-ка. Мастер по техническим. Нож нужен. Открыто. Вот сила, разума. Я строил. Я строил. Это большая шестерня. Спасибо. Это маленькая шестерня. Радиус 5. 1. И, например, я поставлю мамин. Пято. 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 Это значение радиуса 5,1. Это 5,6 минус 1. Это N. Это такой силы. Это S. Да? 30 градусов. Это оборачивает. 150 градусов. N, S. И так далее, так далее. Так, так далее. Двечный дубикатит. Согласен. Согласен. Это S тоже. Н. Не слышно? Да? Я открыл, что? Если это... Микрофон возьмите. Нет, вот вам дали. А это? Это не в кухнине. Не в кухнине. Светится, туда надо говорить. Ну хорошо. Просто не слышно вас там далеко. Окей. Нужно вкласть четное число. Число. Четыре, шесть, восемь, десять и так далее. Нет, три или пять. Я открыл. Математический я открыл. Математический январь. Но это только математический январь. Если вы реально реализует такой прибор, Сначала действительно оборачивает. Но сразу это не движет. Вы понимаете почему? Как называется этот концепт по-русски? Момент или импульс? Произведение силы и длинной рукоятки. Момент силы. Момент, ага. Эта рукоятка очень длинная. Поэтому это очень короткая. Поэтому неизбежна эта сила, равная сила. Больше, чем... Нет. Момент больше. Момент пять раз больше, чем такой. Поэтому на основе авторитетной современной физики Это должно быть... Должно двигать ускоренно. Правильно? Но это нет. В реальности. Когда начнется оборачивать Ньютоновский подранный третий закон Динамического взаимодействия В ФП ВП Это скорость. Прямая скорость. Прямая скорость. Равно. Поэтому сила равна. И несмотря на механизм, который существует между двумя силами, этот закон господствует. И поэтому равная сила не двигается. И это объяснить обязательства. Рачат. Рачатная сестерня. Рачатную сестерню. Современная физика никак не может теоретически объяснить. Ну, вот этот факт. Рачат, с честью меня, нуждается. Но этот закон Селенова объяснит. Спасибо. Спасибо. Так. Ну, что я могу сказать? Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Анатолий Павлович. Сана выучил его. Так. Сана нам, помимо добрых слов, сказал еще главное, далеко не все, но главный результат Анатолия Павловича. Я не буду его воспроизводить, о нем все знают из предыдущих конгрессов. Значит, я просто благодарю Сана еще раз за его доклад, за то, что он выбрал себе в учителя русского мудрого человека, за то, что по его докладу мы еще раз вспомнили об Анатолии Павловиче. Спасибо большое, Сана.